Так, в прошлый раз мы остановились. В самом конце доказательства теоремы о вложении дистрибутивной решетки в решетку множество. Построили для дистрибутивной решетки. Вот вложение такое. Ну, точнее, говоря, мы еще немножко там не доказали самый конец. Значит, мы построили это отображение. Я сначала напомню, что H от некоторого элемента Х это множество всех простых фильтров, всех простых фильтров, которые содержат этот элемент. Вот. Можно пару вопросов? Да. Первый вопрос. Простой фильтр, где теоремы добавили именно множество. Правильно, что это аналогия как ультрафильтров? Что есть? Нет. Сейчас увидите. Сейчас увидите. Второй вопрос. А вот мы заранее знаем вообще, что спек А он не пустит? Да, конечно. Ну, а с чего это следует? Это следует из того, что всякий фильтр содержится максимально. Ну, вот тут вот такое утверждение было. Ну, например, вот была лемма 10.13 в прошлый раз. Которая более сильная, конечно. Что имеется простой фильтр, который разделяет эти элементы. Что А принадлежит, Фи А, А, Б не принадлежит. Ну, вот это следует от силы. И отсюда следует, конечно, вот. Ну, за исключением нуля, конечно. Ну, простой фильтр содержится, что ноль не существует, понятное дело. А вот если элемент не нулевой, то тогда отсюда следует, конечно, что в качестве А нужно взять. Значит, да, как-то у вас. Ну, да. В качестве А взять производим не нулевой элемент, а Б взять нулевой. Тогда применить вот это вот. Например. Ну, оно, конечно, более сильное. Там просто из него нужно выкинуть. Вот. Так что да. Так. Значит. Теперь. Теперь. Что еще мы заметили? Значит, как простой фильтр связан с максимальными? Сейчас это я объясню. И это будет у нас уже, когда мы перейдем к болевому случаю. Значит, что еще мы недодоказали. Значит, вот из этого следует, вот из этого, из этой леммы следует, что если А не равно Б, то H от А не равно H от Б. Естественно, потому что здесь существует как раз Фи, который принадлежит этому и не принадлежит этому. Вот. Поэтому, ну, значит, вообще говоря, если они не равны, то один из них не меньше или А, поэтому эти два множества должны отличаться. Ну, и это завершает доказательство. А то, что это H сохраняет решеточные операции, это легко мы проверили. Там самый трудный момент именно вот этой инъективности в этом доказательстве. Так, ну и вот на этом эта часть заканчивается. И тогда, соответственно, значит, мы переходим к следующему. Значит, это была теорема 10.11. Мы должны там были завершить. Вот, вот, вот это место. Ровно это место. Нет, там у нас вроде бы оставалось два... Ну, давай, да. ...которые нам надо было проверить. Для максимального данного. То, что в фильме содержится и то, что... А, может быть, я не все действительно проверил? Там оставалось два пункта. Так, давайте тогда вернемся сюда. Значит, что там оставалось? Может быть, я не все проверил. Значит, там некоторый фильтр строился. Пси, вот, который был вот такой. Значит, нужно было взять... Значит, если... С не принадлежит Фи, то строилось вот это вот. Вот такой. Правильно? Уже фильтр, который содержит... Значит, этот фильтр, который содержит С. Так, и что мы там не проверили? Значит, и... Да, и, значит, вот это вот... Да, и это вот наименьший фильтр... Фильтр, содержащий... Фи и... Фи и С. Так, это вы проверили, да? Так, теперь, значит... Что дальше мы получили? Значит, что у нас Фи содержит... Да, Фи максимальный, да. И, значит, и отсюда мы вывели вот этого. Вот это было? Было? Было такое неравесение? Ну, все, тогда. Значит, для некоторых существует такое Ф маленькое из Фи. Дальше. Точно так же мы предположили, что... Значит, мы предположили, что С и Д не принадлежат у нас Фи. Точно так же там для Д было. Ф штрих тоже существует. Такое, что у нас вот так. Вот. А теперь пользуемся дистрибутивностью. Пользуемся дистрибутивностью. Тогда дизъюнкция тоже меньше или равна у нас получается. Ну, здесь вот лучше взять еще... Значит, ну, не так нужно сделать. Значит, нужно взять конъюнкцию, конечно. Вот это вот меньше или равно Б, и это тоже меньше или равно конъюнкции с Д, меньше или равно Б. Теперь берем дизъюнкции от этих двух. Значит, Ф и Ф штрих, конъюнкции Ф штрих и С, или Ф и Ф штрих Д, меньше или равно Б. Так, и дальше, значит, теперь вот здесь, в этом месте дистрибутивность используем. Вот, получаем такую вещь. И отсюда получится... Поскольку мы предположили там, что дизъюнкция принадлежит нашему фильтру, получится, что Б принадлежит Фи. А это дает противоречие, потому что мы предположили, что он не принадлежит. Ну, вернее, так его строили, насколько я понимаю. Потому что, ну, мы брали как раз ножку всех фильтров, которые содержат А и не содержат Б. Вот, и вроде Фи в этом ножке остался, но тем не менее... Вот этот содержит Фи, но потому что, как? Потому что каждый Ф маленький попадает вот в такую вот... Ведь это что такое? Это все, которые больше веровны. И каждый Ф маленький больше веровны, чем... Он вот сюда попал. А поскольку мы все элементы туда заложили, то, конечно, все Ф маленькие в это Пси попадут. Ну, и все, значит, вот так. И это теорема Стоун? Это теорема Стоун, да, решеток. Ну, вот, значит... Ну, и на этом вот эта вот часть заканчивается. Это Лемма, там некоторая была. А с помощью этой Леммы я уже объяснил, как завершить все, доказать по всей теории. Ну, Лемма была, что Фи простой, вот мы это здесь объяснили. Ну, Лемма была, что... Да, что он простой фильтр. Вот этот Пси. Пси простой. Что Пси простой фильтр. Вот мы и нашли как раз элементы спектра, которые их разделяют. Ну, вот, собственно, вот это все. Вот. Ну, надо сказать, что это все-таки доказательство такое немножко техничное. Для Булева случая там полегче все будет. Но мы отдельно, раз уж мы про решетки говорим, мы для Булева не будем отдельно доказывать. Но там легче получится, конечно. Там уже все будет следовать из этого. Но это сейчас вы увидите. Так. Теперь дальше. Значит, что мы имеем? Значит, мы имеем многообразие дистрибутивных решеток. Что мы про него тем самым доказали? Теорема 11.1. Что это многообразие порождается двухэлементной решеткой. Значит, ну и порождается даже в смысле СП. Двухэлементной решеткой. Ну, почему? Потому что, понятное дело, вот по предыдущей этой доказанной теореме Стоуна, каждая решетка вкладывается, значит, в подрешетка произведения. Ну, что такое? Значит, каждая решетка А вкладывается вот в такую решетку. Два в степени какое-то множество. Два в степени Х. Это все равно, что прямое произведение. Значит, это изоморфно, конечно, прямому произведению решетки. Два в количестве Х. Вот, поэтому у нас получается вот так. Даже не HСП, а СП. Ну, изоморфизм какой тут, понятное дело. Это, значит, мы определяли как решетку множество вообще-то, а это как прямое произведение. Ну, все хорошо знают, что это изоморфизм с помощью характеристических функций. Мы можем, значит, каждому подножеству ставить соответствие характеристическую функцию, которая именно вот отсюда. вот, значит, и это действительно решеточный изоморфизм, потому что подножество соответствует как раз включению подножеств, значит, Y подножество Z, тогда и только тогда, когда Хи Y, ну, достаточно для порядка проверить, да, меньше и равно Хи Z вот в этой решетке. А как здесь порядок в этой решетке определяется? По координатам, естественно. Вот, но это ровно соответствует включению множеств. То есть на каждом элементе значение характеристической функции Y не превосходит. Меньше равно, чем значение X. Значит, если его принадлежит Y, значит, принадлежит XZ в смысле. А по координатам, потому что мы определяли его через там конъюнкс, а конъюнксы действуют по координатам? Да, 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 потому что это по координатам, да. Поэтому и порядок тоже по координатам здесь получается. Вот, ну, то есть это вот такое, конечно, решетчный изморфизм этот хорошо известен. Так, ну, теперь, значит, это, казалось бы, очевидные вещи, теперь начинаются... Нет, совершенно неочевидные вещи. Значит, нет, ну, еще вот одно очевидное замечание. Приложение 11.2. Ну, теперь нас, естественно, может интересовать вопрос, как устроены свободные алгебры в этом многообразии. Значит, давайте первое, что мы заметим, что свободная алгебра от конечного числа образующих, конечного ранга, как мы говорим, она конечна и ограничена по мощности вот с таким образом. Два в степени, два в степени. Вот. Откуда это берется? Ну, это берется из, собственно говоря, из этого. Кстати, давайте здесь еще одно, некоторое замечание. В эту теорему, конечно, нужно вставить еще такое соображение, которое отсюда следует, что если мы возьмем эквациональную теорию дистрибутивных решеток, то она такая же, как у двухэлементной решетки. Почему это так? Ну, потому что, с одной стороны, эта решетка, в частности, значит, она может только увеличиться, но увеличиться она не может, потому что все, что верно двухэлементной решетке, верно произведении и, соответственно, верно в другом подробности, потому что это СП. Вот. А мы решетки рассматриваем как сигма-алгебры, правильно? Нет, 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 сигма-алгебры, не хотят, не сигма. Сигма-алгебры мы не рассматриваем пока, это антивная песня. Вот, значит, мы рассматриваем решетки, как алгебры просто с операциями. Дизъюнкция, конъюнкция, 0,1. Вот, что у нас есть. Ну вот, поскольку это произведение и под алгебра все тожества сохранились, значит, вы, естественно, ничего нового в двухэлементной решетке не получите на сравнении со всеми, с базовыми этими тожествами, которые мы постулировали. Вот. Ну и, следовательно, это по самой теории разрешено, потому что вы должны на двухэлементной решетке проверить это все. Так, теперь вот это. Ну, это тоже факт, который, в общем, входит, так сказать, на самом деле некоторые базовые сведения еще со школы в каком-то смысле. Значит, что мы имеем? Вот то, что здесь написано, это мы запишем так, что два терма эквивалентны тогда и только тогда, когда они в двухэлементной решетке. Тождество выполняется тогда и только тогда, когда оно выполняется в двухэлементной решетке. Вот. И, соответственно, это у нас... Что значит? Сколько здесь элементов? Сколько класса эквивалентности термов? Вот по этому отношению. Значит, термы рассматриваем от переменных. Так. Ну, соответственно, если мы это раскроем, это значит, значит, что для любой оценки, просто по определению, любой оценки переменных двухэлементов значения термов совпадают. Значение термов совпадают. Вот. термовая функция, которые... которые... которые оценки переводят в 0,1. Вот. Значит, а термовая функция... значит... значит... оценки... 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 Ну да, переменных N. Оценок 2 в степне. Значит, функции 2 в степне, 2 в степне. Вот мы получили эту верхнюю оценку. Замечательно. А возникает здесь какая-то интересная наука о булевых функциях? Это часть булевых функций. Ну да, просто что-то тут. Что про количество это известно? Вот-вот-вот. Вот я сейчас как раз про это и хочу. Это то, что называется монотонная булевая функция. Да, и здесь начинаются всякие безобразия. Значит, имеется... Значит, давайте вот... Это обозначается M от N. Это вот это самое количество этих булевых функций. Значит, имеется проблема над эгендом поставленная. Ну, она как бы не очень хорошо сформулировала, но найти формулу, да. Так. Ну, это проблема в некотором смысле нерешаема. Вот. Значит, что мы про это знаем? Ну, давайте я чуть-чуть скажу. Значит, ну, во-первых, вы легко поймете, чему равны M от 1 и 2. А? Да, значит... У нас константы есть? Ну, есть ли у нас константы или нет? Ну, давайте будем считать, у нас еще 0 и 1 есть. Да. Да, давайте еще добавим 0 и 1 сигнатуру. Значит, немножко тут, так сказать, дистрибутивные решетки с нулевой единицей. Значит, от одной образующей у нас 3. Да? Это 0, x и 1. Больше ничего вы не можете построить. Сколько? 6. Ну, 6, да. Единица, значит, дизъюнкция. Вот так выглядит эта решетка. Свободная дистрибутивная решетка с нулем и единицей, с нулем и единицей, с нулем и образующей. Значит, это 6. Ну, а дальше уже Дедекин посчитал это. Ну, это уже рисовать я не буду. Ну, это уже рисовать я не буду. Это некоторые... Ну, и здесь видно, что они уже расходятся, не соответствуют друг другу. Значит, вот это вот растет гораздо быстрее. Ну, давайте я еще напишу, значит, m от 4 равно 168. По-моему, насколько я читал, значит, последнее сосчитанное на данный момент 9. Ну, там уже оценка, значит, что это больше, чем 10 в 42. Вот, но как не, значит, здесь вот что интересно, что эта оценка слишком большая. Что в действительности здесь есть оценка, сейчас скажу, какая-то гораздо более... Да, значит, да, сейчас я скажу, какая-то 3 в какой-то степени. В общем, она экспоненциальная, эта оценка. Да, вот, вот, вот это. Значит, m от n меньше, на самом деле, чем 3 в степени число сочетаний вот такого. То есть, это, в общем, экспоненциальная, а не дважды экспоненциальная оценка. Но это уже какой-то достаточно поздний результат 60-х уже годов. Вот, в общем, как бы это проблема совершенно неподъемная, похоже. Так сказать, в каком-то смысле. Вычислить теорию. Ну, вычислить, как бы явно вычислить и вообще непонятно как. Вот, то есть, там, ну, даже уже для больших значений непонятно. Вот, это вот одна история, которая здесь возникает. Теперь, значит, давайте еще, скажем, вернемся немножко к многообразию решеток, значит, про которые мы ничего не доказали. Если не дистрибутивно, никакое теоремопредставление мы не доказали. На самом деле, там кое-что есть, но это, значит, наш курс я не буду включать. Значит, я скажу только вот, что по этому поводу, значит, рассмотрим многообразие решеток. Значит, здесь совпадает вот в случае вот эта алгебра. Изоморф на вот той, который здесь, вот этой, как легко понять. Потому что свободная решетка с двумя образующими, она вот, она дистрибутивно оказывается. Значит, F, F, F. Вниз шесть элементов. Но с тремя элементами уже она бесконечна. Но это доказать трудно и технично. Я не знаю хорошего доказательства. Ну, в общем, чисто вычислительное доказательство. Вот, а то, что я расскажу, почему она с четырьмя образующими бесконечна. Вот это доказательство довольно поучительное. Так, давайте сейчас мы это проделаем. Ну, и выводят нас, конечно, в совершенно другую область математики. Ну, сейчас. Предложение 11. Значит, нам нужно, фактически, что сделать для этого достаточно? Построить решетку с четырьмя образующими, которая бесконечна. Но она, естественно, дистрибутивно уже не будет. Вот. И берем следующую. Рассмотрим проективную плоскость. Ну, можно взять не над R, а вообще над бесконечным полем. Все равно здесь. Вот. И решетка будет у нас такая. Значит, в ней есть 0 и 1. В смысле пустое и все пространство. Значит, ну, так как бы. Ноль в решетке единица. Так. И дальше туда поместим, это будет решетка множеств, куда помещаются еще точки и прямые. Значит, точки. Ну, так я напишу немножко аккуратно. И примем. На проективную плоскость. Вот. Ну, кому проективная плоскость не нравится, можно смотреть на это как подпространство. и подпространство векторное во рту. Значит, соответственно, точка эта будет прямая. Это прямая, это двумерное пространство, это все, ну, это ноль. Вот. А там это, соответственно, пустое множество, ну, как бы. Ну, картинки удобно рисовать вот здесь, а не вот здесь. Вот поэтому, значит, мы перейдем сюда. Значит, дальше нужно образующее найти. Четыре образующих. Значит, мы идем от, так сказать, от афинной плоскости, от эвклидовой просто. И на ней нарисуем, значит, то, что там у нас есть. Значит, берем равносторонний треугольник. И в него, и добавим к нему центр треугольника. Значит, теперь что я... Да, я не сказал, какая, собственно, решетка. Решетка здесь, ну, просто она порождается включением. Просто отношение здесь, вот. Смотрим на нее как на частичный порядок. Это частично порядочное множество. Значит, ну, давайте поймем, что тут за решеточная операция. Значит, если у нас есть точка А и Б, то, соответственно, их дизъюнкция, это будет что? Если они не совпадают, это будет просто прямая. А не равно будет. А если у нас есть две прямые, то, соответственно, их конъюнкция, это будет их точка пересечения. Ну, тоже, если они не совпадают. Вот. А так, значит, дизъюнкция точки и прямой, ну, понятно, как. Если точка лежит на прямой, то это прямая останется, а если не лежит, то это будет плоскость. Вот, так сказать, все тут совершенно прозрачно. Конъюнкция точек 0, да? А конъюнкция точки и прямой? Ну, если не пересекаются, то 0, да, понятное дело. Ну, конъюнкция разных точек 0, ну, а само собой здесь. Вот, то есть вполне понятная история. Теперь вот у нас три образующие, четыре образующие, вот эти точки. Ну, и дальше, в общем, понятно, что будет происходить. Да? Если мы возьмем дизъюнкцию. Ну, получится вот это. Возникнут эти три прямые. Они пересекут в сторону треугольника. И дальше процесс продолжается. Ну, бесконечности. За счет того, что поле у нас бесконечно. Ну, формально нужно что доказывать? Нужно доказывать, что если какой-то треугольник у нас попал в эту... Значит, если у нас есть какой-то треугольник x, y, z, который попал в нашу алгебру, то тогда имеется меньший, значит, треугольник. Треугольник, состоящий из, значит, точек середин. Срединный треугольник тоже, значит, середина сторон тоже попадут в нашу алгебру. Вот, то есть... Значит, обозначим x-штрих, y-штрих, z-штрих. Ну, вполне понятным причинам, потому что здесь центр все время остается, и дальше эти прямые пересекаются со сторонами треугольника. Вот, следовательно, у нас есть последовательность всего уменьшающихся треугольников, но и понятно, что тут конечную вы не получите. Вот. Вот это самое такое простое, наглядное доказательство того, что происходит. К сожалению, для случаев трех я не знаю похожего рассуждения, и по некоторым серьезным причинам. Значит, дело в том, что вот это вот доказательство, оно на самом деле относится к немножко другому многообразию, так называемых модулярных решеток, которые имеют еще дополнительное тождество. Вот, и оно доказывает больше, что в этом многообразии модулярных решеток свободны. Решетка ранга 4 бесконечна. А, видимо, ранга 3 конечна. А ранга 3 конечна, как Дадекин доказал. Да-да-да, там нет геометрического доказательства такого. Вот. Поэтому вот так. Ну, модулярными решетками мы явно не успеваем заняться. Это большая тема отдельная. А как бы показали, что F-лата 3 бесконечна? Мы не показали. Это я сказал, что это факт такой есть. А, Лан 4, Лан 4, предложение 11.3. Да, предъявили решетку с четырьмя образующими. Это вот. Значит, нужно вот в этой вот решетке большой взять под решетку, которая порождена этими четырьмя точками. Вот она и будет. А вот и назад. И дальше, что бесконечна. Она бесконечна. Ну, мы вот уже... Она бесконечна, значит, тогда и свободна. Значит, да, значит, свободна, которая на нее отображается, конечно, бесконечна, да. Вот такой здесь фокус. Вот, значит... Ну, теперь давайте перейдем к булевым алгебрам. Буду уже решетку придется оставить. А вот этот тот, если бы дополнительно, оно хоть простое? Оно... Ну, оно не очень сложное. Да, так сказать, можете его там найти. Вот. Это Дедекин там обнаружил. Значит, первое, что... Значит, почему это вообще все появилось? Он интересовался решетками идеалов. Собственные понятия решетки ввел. Для идеалов есть операции с сложением и пересечением. Вот две такие операции. Они решеточные. Сумма и пересечение, естественно. Сумма – это наименьшее содержащее. Вот. И, значит, первое, что, конечно, возникает мысль, что это дистрибутивное должно быть. Ничего подобного. Значит, простые примеры показывают, что оно не дистрибутивное. Он нашел это модулярное тоже. Потому что это дистрибутивность, но только с некоторым ограничен. И дальше, ну, стал интересоваться вот свободными. Значит, это вот, вот это, значит, насколько я понимаю, видимо, он тоже каким-то образом понял. Но не так. Не так, как здесь изображено. Ну, то есть, то, что есть четырех порождающих. Да, модулярная решетка из четырех образующих. И так, потом. Ну, дальше там, значит, целая история. Там теорема представления какая там есть. Это все. В общем, отдельная и достаточно трудная наука. Так, теперь, значит, к булевым алгебрам перейдем. Значит, тут в случае с конечным числом образующих все хорошо в каком-то смысле. Да. И, соответственно, с представлениями все хорошо. Ну, там в других вопросах есть неясности, конечно. Значит, булева алгебра это что? Булева алгебра это решетка с дополнительной операцией. И с нулем, и с единицей. Значит, мы вот в такой сигнатуре рассматриваем изъюнкция конъюнкция 0,1 и дополнительная операция, еще операция дополнения. Так. Значит, какими должностями это задается? Ну, это вот задается решеткой. Ну, 0,1 там тоже я не пишу их. Вы понимаете, какие там, что 0,1 меньше, единица. Наибольшие выразить нужно через решеточные операции, естественно. Вот. А минус определяется вот такими должностями. Значит, x конъюнкция минус x должно быть 0, x дизъюнкция минус x должно быть единица. Значит, а это решетка. Решетка дистрибутивная причем с нулем и единицей. И вот два должностей. Так. Ну, давайте простые некоторые факты вспомним из болевых алгебр, которые легко получаются. Полезно их тут еще раз доказать. Все это быстро доказывается. Лемма 11.4. Ля Бульвахалдин. А это единственность у нас есть? Единственность у чего? Ну, вот, вы так сказали, просто определяется. Определение, да. Вот, вот, есть решетка, и в ней еще операция такая. Да, но это как бы должностно дополнительно. Это тоже, да. А вот единственность такой операции с данным должностям будет или нет? То есть, если у вас есть дистрибутивная решетка, и можно ли разными способами этот минус задать? Ну, конечно, нельзя задать разными способами, да, потому что он однозначно, да, останавливается. Это тоже нетрудное упражнение. Так, значит, ну, давайте, тут несколько есть утверждений. Для множества это совершенно очевидно все, но нам нужно для более, поскольку мы не знаем, что это еще пока, что это алгебра множества. Значит, их нужно доказывать вот так алгебраически. Значит, пересечение равно нулю тогда и только тогда, когда y меньше равно минус x, содержится в дополнении, или наоборот. Нет, это не или, это тогда и только тогда. Вот это бывает тогда и только тогда, когда это. Ну, то есть, я написал, на самом деле, некоторые квази-тождества. Вот. И, соответственно, есть двойственная. Единицы тогда и только тогда, когда здесь все меняется, знаки на противоположные. Ну, про двойственность нужно сказать сразу, что если у нас есть бульва алгебра, то вот такая вот двойственная к ней, ну, даже мы можем на это смотреть, как на категорию, как мы знаем. Вот, двойственная к ней тоже бульва алгебра. То есть, вот это, значит, мы берем наоборот операцию, пишем. Здесь единицы и нон меняются местами в двойственной алгебре. Минус остается. Ну, а поскольку эти тождества, значит, друг в друга переходят, то понятно, что это вот тоже бульва алгебра. Поэтому для нее мы можем применить первое утверждение и получить второе, соответственно. это первое для двойственной алгебры. Поэтому отдельно тут доказывать не нужно. Вот, и вся эта двойственность, которую мы знаем там из, может быть, там еще со школы, так сказать, из операций, из булевых операций, значит, она вот с этим связана, конечно. Значит, третье, что минус минус x равно x. Четвертое, что мы можем контрапозиция, вот это вот равносильно, минус это антимонотонное соответственно отображение. И последние два тождества деморгана. Два деморгана, значит, минус x. Ну и, соответственно, двойственная к нему, которую тоже один не надо доказывать. Так, давайте все проверим. Это нетрудно сделать. В общем, почти такое упражнение. Так, первое. Ну, понятно, что из-за коммутативности тут вот этим вторым заниматься не нужно. Только вот первую эквивалентность нужно проверить. Значит, итак, первое. Пусть у нас x конъюнкции y равно нулю. Запишем такую вещь. x равняется x конъюнкции с единицей. Я согласен с этим. Потому что... Да, одно и то же. Теперь единицу вспомним, что это вот так вот пишется. x конъюнкции. Да. Так. Теперь из-за того, что у нас... Ну, я равно пишу, но, в общем... Да. Значит, теперь дистрибутивность. Можно скобки раскрыть. Так. Ну, это у нас ноль. Значит, получили то, что нужно. Дизъюнкция... Ноль съедается. Значит, отсюда получается, что x меньше или равно чем минус и в определение. Так. Теперь в обратную сторону. Пусть x меньше или равно чем минус y. Отсюда следует... У нас была лемма, которая в дистрибутивной решетке позволяет к объем частям значит, конъюнкции добавить. Значит, это вообще лемма была 10-3. Значит, у нас тогда получится вот что. Вот что получится. Но это ноль. Так. первое, второе проверили. Теперь третье. Третье. Значит, мы знаем, что x в конъюнкции с минус x равно нулю. Теперь применим то, что вот здесь написано. Первое. Отсюда следует в качестве y да, значит, x меньше или равно минус y. Вот в качестве y возьмем вот этот, минус x и вот тот третий напишем. отсюда следует, что x меньше или равно минус минус x. так. А тут еще можно заметим, что еще вот она это дает единицу. Поэтому применив... что мы делаем в третьем? Нет, почему просто нельзя там коммутативности переставить просто в определении и сказать, что минус единственно определяется меньше? Нет, а что такое, как это единственно определяется? Об этом мы не знаем. А, не доказали. Вот. Да, но единственное, отсюда следует, конечно. Вот, значит, ну и вот это вот, это вот из второго логично получится. Значит, это из первого, а это из второго. Ну, все. Значит, они равны. Так, теперь, ну, это четвертое, это следует из первого и третьего, если вы, значит, тут мы можем перебросить, значит, ну вот, напишем вот так. И тогда все становится ясно, значит, х меньше равно у, запишем с двумя минусами, и вот это равносильно тому, что, там мы можем это поменять местами, и тогда получится минус у меньше равно минус х. Это из, соответственно, уже первого. Так, и последнее, последнее закон Доморгана, как доказать. Ну, может быть, кто-нибудь сообразит. Ну, достаточно один доказать, конечно. взять, там, проверить, что х в конъюнкции с тем, что написано то, что нужно. можно сказать, предвестительное joint лимит. То есть, что эта штука больше или равна меньше равной минус x, меньше равной минус y, по предыдущему свойству. Какая? Вот это? Вот это, да? Да, отрицаем резюнции, меньше равной минус и отрицаем x. По предыдущему, потому что мы можем предыдущему да. Вот. И меньше равно минус y, по той же причине. Да, но это не даст нам еще, значит, получится вот такое неравенство. В обратную сторону. Почему сейчас? Почему надо сказать, почему вот это? Почему конъюнкция? Ну, потому что если что-то меньше двух, то меньше конъюнкции. Потому что это инфил. А, да. Пусть z меньше 2 в предыдущем икс меньше отрицания икс то же самое, что икс больше ревровной отрицания z. Ну, икс вот так вот. По-добороту. Да. Икс тоже. Да. Значит, инфиленция меньше ревровной и назад. Я теперь перекидываю. Да. например, так. Ну, можно по-другому было сделать. Немножко. Ну, в общем, неважно. Например, можно так. Вот. Ну, а второй, я уже сказал, это вовсе, ну, и оно получается. Так. Значит, ну, это такая разминка. теперь давайте поговорим про представление булевых алгебр. Значит, мы снова имеем теорему Стоуна, которая, насколько я понимаю, была доказана сначала именно для булевых алгебра. Для решеток это уже более трудная история, потому что там простые фильтры приходится рассматривать. Здесь максимальные фильтры, что немножко как бы легче. так, эти то листы, ну, сохраним их. А как еще раз единственность получается раз и минус из третьего? Ну, единственность минуса, да? Да. Ну, давайте эту задачу попробуем решить. Да, давайте попробуем решить эту задачу. Значит, пусть у нас, значит, у нас что имеется? Другой минус, да? Что мы тогда видим? есть минус и минус и вот такой минус. Значит, ну, нужно показать, что этот меньше, меньше равно нужно показать. Вот. И это будет следовать из вот этого и этого, насколько я понимаю. Потому что у нас что получится? Для каждого из них это все работает. значит, у нас получится х, пересеченное с волнистым минусом, равно нулю. Отсюда следует, что волнистый минус вот здесь вот, волнистый минус меньше или равно прямого минуса. Правильно? Ну, точно так же, да? То же самое. вот и все. Здесь мы где-то дистрибутивностью решетки дали упадет. То есть, если вы брали... Дистрибутивностью, ну вот, да, тут в процессе доказательства что-то было. Где-то мы скобки раскрывали. Ну, там... Это вопрос того, верно, мне кажется. Где-то, да, где-то раскрывали, конечно. Если брать недистрибутивное, то там, наверное, так дополнение просто не верят? Да, конечно, там вообще массовое безобразие начинается. Нет, нет, там, ну, есть наука с дополнениями, вот, в квантовой логике для модулянных решеток специально вводятся орто-дополнения со своими аксиомами, но там так хорошо не получается это все. Так, ну, это нам пригодится еще эта теорема. Давайте тогда, может быть, сюда пойдем. Так, значит, в буревой алгебре, как, впрочем, и в любой решетке, но можно рассматривать атомы. Значит, атом это что такое? решетки. Решетки минимальные решетки. Значит, определение а атом решетки а, если ну, а как бежит конечно. Если ну, можно написать вот так. Все, которые меньше и равны, потому что мы обозначили вот так, вот этот идеал, он состоит только из нуля и а. Ну, и нужно сказать, что, конечно, а не равно вот этого достаточно. Так, что мы можем сказать про атомы? Ну, пока как бы давайте этим пока ограничимся. Теперь, значит, максимальные фильтры. значит, максимальный фильтр это понятно, что такое. Это фильтр собственный, который максимально среди собственных. Если пев максимальный среди собственных. Вот, и для булевой алгебры, как раз вот этот вопрос, который задавался, максимальные фильтры простые, это одно и то же. Значит, а именно ну, такая гемма вывезла. Лимма 11,5. Если а булева алгебра, тогда 1 эквивалент на 2 эквивалент на 3. f да, ну, f одно что первое, f максимальный фильтр. Ну, и давайте скажем, что он фильтр уже. f максимальный второе, f простой. И третье, то, что иногда тоже берут или как определение ультрафильтра, что если элемент не принадлежит, то его дополнение принадлежит. То есть ультрафильтр. Ну, да, ультрафильтр, как иногда так определяют. да, то любого а с а, если а не принадлежит f, то минус а принадлежит f. Ну, на самом деле, конечно, здесь в обе стороны, но это и так ясно, если фильтр у нас собственный, то, конечно, не могут одновременно а и минус а. Вот, поэтому так. Так, и теперь давайте это все проверим. Да, надо тогда собственный фильтр начальник считать. Ну, давайте, скажем, пусть он будет собственный, чтобы помните. Напомните, в импликативных только 1,2, да? Ну, там нету минуса в импликативных решетках, мы еще не проходили это. если ноль есть ну, да, но там тоже есть максимальные фильтры, конечно, но не всякий простой фильтр максимален. Да, но это мы дойдем до этого, я надеюсь. гейтинговых решетках. Так. Это в следующий раз уже явно не успею найти этого декоратива. Так. Сейчас. Значит, мы проверим, что? Сначала докажем, что из третьего следует второе. вот такой по кругу придется. Немножко вот так удобнее. Значит, из третьего следует второе. Значит, пусть у нас мы должны проверить, что если дизъюнкция принадлежит, то один из них принадлежит. Допустим, противно будем доказывать. Дизъюнкция принадлежит, а и б не принадлежат. Но по третьему свойству тогда получится, что дополнений принадлежат. Значит, получается вот так. Да. А это равняется по закону Деморгана, которому тут дополнение принадлежит. Ну и получаем противоречие. Так. Дальше. ИС теперь из второго третье получим. с второго следует третье. Но это совсем просто. А или А? Да, да, да. Потому что А или Единица принадлежит F, а единица это А или А. значит, один из них принадлежит. поскольку фильтр простой. Значит, в эту сторону легко. Из третьего следует первое. 2 и 3 эквивалентное. Теперь первое. Значит, почему он максимален тогда, если третье выполняется? Потому что если мы возьмем фильтр, который его содержит, да, если возьмем какой-то элемент, строго причем, да, если возьмем элемент А из F' минус F, то по этому свойству минус А должно принадлежать, минус А принадлежит F тогда. Ну и да, это содержится в F' поэтому в F' мы увидим А и минуса. Значит, собственным фильтром это быть не может. Так, здесь все ясно. Ну и последнее немножко подлиннее уже. То, что из первого следует третье. Значит, если у нас выполнено вот это свойство ультрафильтра, если он максимален, то вот это выполняется. Ну, здесь придется взять наименьший фильтр, который содержит F' и А. Но мы уже умеем его строить и сразу уже готовым поскольку все. Вот то, что сегодня в начале экстремы с поминами. Значит, А не значит, допустим, что А не принадлежит F и возьмем вот этот вот фильтр ужасный, значит, который вот это вот. Вот этот. Вот. Ну, это значит, фильтр содержит, F. И это фильтр. Значит, что противоречит максимальности? Поскольку F максимальный, то это должен быть не собственным. Значит, ноль принадлежит кси. А если ноль принадлежит кси? А у нас А еще лежит, Почему он не равен F? Нет, у нас А по условию приближит. Нет, он не равен F, потому что он содержит А. А сюда попало, естественно, потому что оно попало вообще во все вот эти вот. вот, значит, содержит А. Значит, да, и не равен тем самым. Еще он содержит ноль. Следовательно, ноль попадет в одно из этих множеств. Правильно? Значит, существует F из F такое, что F конъюнкции с А, ну, меньше, равно нулю, но это как бы информация равно нулю просто. Так, а F конъюнкция с А равно нулю, отсюда следует, уже мы знаем, вот там вначале написали, да? Да, что минус F меньше, равно, чем минус и значит минус А продержит F. Ну вот так. Так, и на этом, так сказать, эта часть заканчивается, то есть мы поняли, что спектр в судьболевом случае состоит просто из максимальных фильтров. Никаких там простых фильтров не бывает. А вот вопрос здесь предказательства где не пользовались Лемо Цорном? То есть а построение ПСИ же Ну конечно. Ну а ПСИ же вот он явно ПСИ. ПСИ это фильтр просто. Да, вот ему явно определяется. Да, 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 А где Лемо Цорном была? В этом месте нет. То есть вот эти утверждения, они действительно без Лемо Цорном доказываются. Лемо Цорном нужна для того, чтобы показать, что всякий фильтр содержится в максимальном. Ну вот. А без этого теорема Столуна не получится. Потому что там значит понятно H иначе каждый элемент лежит в некотором там собственно это отображение не получится потому что H от X это все максимальные фильтры содержащие X. Надо хотя бы один построить. какой вопрос у вас был? Сейчас. Это все ему потом доказывают, что он максимальный? Ну он был простой, но это это не важно. Это просто значит нам здесь нужно, что это просто получился фильтр, который содержит наш. Вот и все. И содержит наш элемент. больше ничего как бы мы не должны сказать. И это на самом деле ну легко понять, что это действительно наименьший фильтр, который содержит вот F и A. Порожденный этим множеством. Так. Ну теперь значит что мы. Давайте посмотрим, когда главный фильтр максимален. Следующее утверждение простое. Лемма 11 лемма 11 6. Вот такой главный фильтр максимален тогда и только тогда, когда 0 и 0 и 0 и 0 и 0 и 0 и 0 и 0 и 0 так. Ну почему это так? Значит для этого нужно использовать вот это вот условие вот этого ультрафильтра. Значит он максимален значит перепишем это таким образом тогда и только тогда когда для любого элемента не принадлежащего ему дополнение ему принадлежит. ну то есть для любого B если не принадлежит A не меньше или равно B то A меньше или равно B дополнение. так так ну теперь давайте посмотрим значит доказываем значит пусть у нас A атом почему это выполнено ну если A не меньше или равно B то тогда если взять A конъюнкции B то это будет что это не равно A правильно но оно меньше или равно значит оно может равняться только нулю а отсюда следует что A меньше равно минус B значит все мы получили вот теперь в обратную сторону почему вот если это свойство выполнено то тогда это атом то есть пусть A стрелочка максимальная ну действительно что мы тут видим может взять вот тот элемент ну допустим он не атом тогда есть элемент который вот здесь да и что возьмем ну да вот например так возьмем и он конечно будет строго больше чем вот этот ну все почему из того что A меньше равна B следует что конъюнкция не меньше равно но конъюнкция потому что конъюнкция меньше равна чем а но ей некуда деваться так ну вот собственно вот это вот то что касается главных максимальных фильтров так а теперь давайте теорему стоуна для Болева Халгера получим из решеточной да ее можно отдельно конечно доказывать но из решеточной она сразу получится там нужно проверить еще только одну единственную вещь про дополнение потому что мы уже доказали что это вложение что все так сказать все хорошо все операции сохраняются но еще мы конечно заметим что спектр в данном случае состоит из максимальных фильтров вот ну и соответственно остается про дополнение проверить теорема значит сколько там получается у нас 118 а нет давайте еще одну лему я докажу вот лема 117 значит если f собственный фильтр ну не докажу а просто мы сформулируем уже мы про нее говорили следовательно существует f' штрих из спектра который его содержит это нам нужно для того чтобы конечно отображение стоуна построить это правильно значит все тут конечно есть так и теорема 118 h для бульмаха я буду в алгебра значит все проверили да только дополнение для дополнения значит нужно показать что h от минуса равняется минус h вот нам еще стало доказать но это вот ровно вот в этой лени то что написано h от минуса это множество всех фильтров максимальных которые содержат минус а а это множество всех фильтров которые не содержат а максимально конечно не равны все свойства максимального фильтра вот и все что осталось так значит это мы получили но здесь еще есть замечательное наблюдение для конечного случая это тоже особый случай тоже считается теорема Стоуна почему-то до этого как-то никто явно не формулирует но там это гораздо легче доказываться никакие фильтры там строго говоря не нужны здесь нужна лима цорна значит лима цорна нужна собственно говоря для того чтобы это аж построили но что у нас были какие-то пустое ну на самом деле там как значит это там используется вот в этой леме который у нас там оставалось недоказан фильтр разделяющий два элемента вот вот в этом месте там он должен быть простым поэтому мы его расширяли так значит мы расширяли брали максимальный там вот там лема цорна просто явно была так ну и вот здесь конечно получается радостно здесь все все замечательно становится на место значит теорема 10-9 10-9 ну сейчас 11-9 11-9 тоже стоуна значит если а конечная бульва алгебра то а а изоморфно 2 в степени спектра а ну и изоморфно мы можем написать 2 в степени а а это множество а так так ну нам нужно показать что осталось вкладывать мы ее умеем сюда нужно показать что там на самом деле мы получим не под алгебру а всю алгебру вот значит как мы это сделаем значит h ну давайте давайте прежде всего вот с этим разберемся а потом уже значит спектр а это состоит из всех максимальных все максимальные фильтры залетим что если алгебра у нас конечна и вообще решетка конечна то в ней все фильтры главные все фильтры главные очевидно это возьмем пересечение всех элементов их конечное число и он должен как раз быть сам наименьший вот и он не нулевой значит фактически у нас максимальные фильтры имеют такой вид вот такой вид а максимальный фильтр такого вида как мы выяснили это вот он это говорит что это значит атом то есть это множество таких спектр спектр алгебры а это множество таких вот фильтров где а а главный фильтр ну и понятно что мы можем установить биекцию каждое таком мы поставим соответствие атома так что мы можем рассматривать и может даже технически удобнее в этом случае рассматривать место отображения h отображение которое переводит ну вот любой элемент под множество атомов значит что это будет за отображение ну так решеточная операция h у нас сохранит h у нас сохранит а это множество это просто между множеством установить соответствие понятно что под множество переходит в подножие так и теперь соответственно давайте это отображение жилья напишу которое из h получается значит g из а в атомы как оно действует там у нас было каждому значит h от x 2 в степени да конечно значит h от x это множество всех фильтров которые содержат x ну теперь у нас фильтры из атомов получается поэтому мы можем вместо h рассмотреть g от x это множество всех что можно сделать да который меньше вот такое отображение оно и будет ту же ту же самую роль играть так и что нам теперь остается проверить что же сюрреция то есть мы должны проверить следующее утверждение что если у нас есть некоторое множество атомов то существует элемент который в точности значит если x это множество некоторых атомов то существует элемент какое-то x маленькое такое что g от x маленького равно x большому то есть которого меньше атома меньше его в точности попадают в это множество ну что естественно ожидать какое нужно взять надо взять дизъюнкцию этого конечного множества и проверить что действительно а меньше и равно этому x маленькому тогда и только тогда когда а принадлежит x большому ну то что в одну сторону понятно всякие элементы x большого меньше теперь вот давайте проверим в обратную сторону значит если а меньше и равно x маленького изъюнкции то есть то а попадает в это множество x почему это так значит допустим что а не принадлежит множеству x тогда а принадлежит дополнение значит какой бы элемент отсюда мы не взяли он пересечен пересечения с а даст 0 он не равен значит пересечения этих атомов 0 ну то есть отсюда получается что ну мы можем это написать и вот так конечно как мы знаем и теперь значит соответственно дизъюнкция их тоже меньше равно минус ну и здесь тогда конечно получится противоречие потому что с одной стороны а меньше равно этого с другой стороны это меньше равно их получится а меньше равно минус а равно ну так а меньше или правда минус а ну взять конъюнкцию с а обе части получится вот значит все мы доказали что в действительности всякая конечная молю алгебра это алгебра множеств вот только такие бывают заметим что для дистрибутивных решеток ничего похожего у нас нет конечно это не решетка всех подножек некоторого множества дистрибутивных решеток гораздо больше конечно да ну вот например вот такая вот бывает дистрибутивная решетка которая вовсе не является конечная которая не является ну уже брали порожденное однообразующее она не является у нее три элемента а не два в степени сколько-то вот и как бы там их очень много вот значит ну и теперь что еще мы заметим давайте про конечные боли в алгебре скажем значит свободные значит это уже следствие ну тут осталось две минуты но это получится сразу у нас теорема одиннадцать десять насколько я понимаю значит F булево алгебы от N изоморф на 2 степени 2 степени ну здесь почему так получится потому что мы сейчас докажем а здесь просто черный хайф да здесь мы должны вот эти вот тоже рассмотреть это аналогично тому что мы для решеток но у нас там неравенство получалось потому что у нас термовые функции могут не любые только там монотон а здесь все это все функции из 2 в степени n в двойку имеют такой вид вот вообще-то это надо доказывать но это такая стандартная теорема функциональной темноте для нулевых функций но тоже обязательно в курсах там во всяких курсах по таблице истинности мы восстанавливаем соответственно формулу это не будет следовать из того что мы только что сказали что у нас прямая конечная аудибра это 2 в степени x 2 в степени и что и как это будет следовать значит тут будет будет какой-то как это 2 в степени x а какой x значит ну на самом деле нужно рассмотреть атомы этой алгебры вот можно немножко вот так как вы говорите значит если найти атомы этой свободной алгебры и атомы этой свободной алгебры они как раз имеют вот такой вид x1 ну я напишу вот так вот с некоторыми значит либо x либо минус x здесь и это атомы ну нужно показать что все все такие атомы это легко понять потому что никакая функция не может быть меньше вот кроме нулевой и что соответственно других нет но фактически это и есть да это все то же самое конечно да так что здесь все в этом смысле замечательно ну вот на этом мы булевую часть такую простую часть булевой истории заканчиваем и в следующий раз еще поговорим про импликативные гейтинги а дальше уже зависит от того как время про импликативные Спасибо.